Дом номер 2 по улице Солочинское шоссе признан образцовым. Это первая награда такого рода, которую вручили в Рязани. По словам генерального директора фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергея Степашина, домов с таким знаком отличия в России около 100. Торжественное мероприятие посетил губернатор области вместе с приглашенными гостями Сергеем Степашиным и Константином Цицыным. Когда жильцы с душой относятся к своему дому, государство в лице в том числе губернатора местной власти помогает. Отсюда такой прекрасный дом. Вы помните, есть такая старая русская поговорка «мой дом, моя крепость». Ну здесь, наверное, не моя крепость, а мой дом – это место, где хочется жить, куда ты приходишь после работы, где вырастает вот это замечательное поколение. Гости города рассказали губернатору, что существует такая добрая традиция – помогать образцовым домам. Так и другие жители начнут стремиться к лучшему. Николаю Любимову предложение понравилось. В образцовом там, где жители сами в первую очередь заботятся о благоустройстве, о чистоте, об уюте, и мы будем помогать в большей степени. То есть по принципу, который мы, собственно, и должны исповедовать – помогать тем, кто работает, кто трудится, кто хочет что-то улучшить для себя, для региона, для своего предприятия, но в данном случае для своего дома. Поэтому, конечно, мы хотели бы, чтобы и жители других домов на таком примере стали относиться к своему общему имуществу более бережно, более рачительно и с большим вниманием. В этот же день в правительстве Рязанской области политики обсудили программу по переселению людей из аварийного жилья. Эта программа является одной из самых важных в нашем городе. Средства массовой информации много раз рассказывали о состоянии ветхого жилья и о людях, живущих в нем. По словам Сергея Степашина, в настоящий момент программа выполнена на 100%. Программа по переселению возобновится в 2018 году. Основные пути уже намечены. В этот же день между Николаем Любимовым и Сергеем Степашиным было подписано соглашение о реализации национальной программы поддержки и развития чтения в Российской Федерации. Он является бессменным руководителем Российского Книжного Союза. Сергей Вадимович рассказал, что его сильно удручает тот факт, что молодежь в стране читает все меньше и меньше. Благодаря новому соглашению в Рязани начнется активное развитие инфраструктуры чтения. Валерий Седов, Роман Вихров. Телекомпания. Город.